черепахи считаются одним из наиболее интересных и древних отрядов присмыкающихся со временем они даже успели стать домашними животными преимущество в том что их не нужно регулярно выгуливать как собаку они в отличие от кошек не поцарапают мебель и обои не разгрызут тапки и ботинки а еще они не линяют но в любом случае им как и любым другим животным необходимо создать определенные условия иначе их жизнь окажется гораздо короче чем на воле как правило люди считают что такие черепахи не нуждаются в каком-то специализированном уходе ну казалось бы что такого там посадил ее в какой-то тазик с водой кинул там какие-то гранулы корма и все черепаха счастлива на самом деле нет потому что поскольку эти рептилии они нуждаются в определенных параметрах среды этих черепах необходимо постоянно греть для того чтобы у них был метаболизм на соответствующем уровне потому что без наличия оптимальных температур животное постепенно отказываться от корма не начинаются проблемы со здоровьем она погибает очень медленно долго но в то же время верно умирает это касается не только красновых черепах это наверное даже в большей степени касается степных черепах которые раньше были достаточно популярны и их часто продавали в наших магазинах то есть те самые сухопутные черепашки которых очень удобно было покупать пускать куда-нибудь там по полу они где-то там ползали вроде как периодически можно было кормить а так в основном конечно животное было предоставлено само себе условия обитания для черепахи должны быть максимально приближены к естественным для этого нужно предоставить им достаточно места для передвижения и укрытия горшок с водой для купания а также оборудовать аквариум или террариум специальным уровнем подсветки подогрева и вентиляции не менее важную роль играет и питание черепахи травоядные животные поэтому в их рационе должны преобладать овощи фрукты зелень и специальные травяные корма и пресная вода еще один аспект купания питомцев нужно мыть хотя бы раз в неделю панцирь черепахи должен быть чистым и здоровым поэтому гигиеническая обработка и доступ к свету должны быть всегда немногие знают и то что черепахи уходят в спячку чаще всего это происходит у степных черепах но красноухие также могут с этим столкнуться степные черепахи нуждаются в зимней спячке без нее постепенно организм животного слабеет и начинаются проблемы организовать в домашних условиях эту зимнюю спячку может не каждый это не просто так вот положила куда-нибудь там в погреб и все черепаха спит ее нужно готовить она должна пройти этот курс подготовки а потом еще выход из печки вот с водными черепахами проще но опять-таки не каждый берется организовать для нее жилище по правилам то есть необходим свет необходимо соответствующая температура то есть необходимо вешать лампочку для прогрева необходимо обеспечить фильтрацию воды потому что черепаха ходят фактически в тот же самый водоем в котором она сидит если там идет накопление метаболитов это так или иначе сказывается на физиологии черепахи она опять начинает болеть несмотря на то что черепахи кажутся безобидными созданиями они могут быть опасны для людей например черепахи могут быть носителями различных бактерий которые вызывают инфекции у человека одна из таких сальмониллез в группе повышенного риска дети в возрасте до 5 лет поэтому при контакте с черепахами рекомендуется соблюдать правила гигиены и ухода не целовать и не обнимать их после контакта с рептилией всегда мыть руки не выпускать черепаху в свободное путешествие по квартире и регулярно мыть террариум где она содержится как правило люди заводят этих животных не имея представления о том что будет в будущем первым делом здесь выступает их роль как переносчиков ряда инфекционных заболеваний а именно например сальмонеллеза многие рептили в том числе и черепахи являются скрытым переносчиком сальмонеллы причем не всегда симптомы носительства сальмонеллы проявляются внешне то есть черепаха абсолютно может быть здоровый но при этом при проведении соответствующих анализов могут быть выявлены сальмонеллы причем зачастую патогенных штаммов с гигиеной и уходом разобрались а что с их размерами при покупке рептилий чаще всего говорят что животное не вырастет больше десяти сантиметров потому что это мускусная черепаха но нередко попадается красноухая которая достигает 30 сантиметров в длину и до трех килограммов в весе они могут быть опасны в основном из-за своих крепких клювов и острых когтей которые они могут использовать для атаки если почувствует опасность вот эти черепашки красновых которые у нас продаются в магазине они вот имеют тенденцию к росту и характер у них с возрастом становится гораздо более устрашающим чем у маленького там детеныша размером с 5 рублевого монета потому что взрослая черепаха при общих размерах около 30 сантиметров имеет весьма мощные челюсти и большинство из них склонны кусаться а укус такой черепахи может привести к печальным последствиям черепашки могут быть прекрасными питомцами если обеспечить им правильные условия содержания и заботу следуя рекомендациям по уходу за ними можно избежать опасности и наслаждаться общением с этими удивительными созданиями так что если вы ищете спокойного и интересного питомца который принесет гармонию в ваш дом обратите внимание на черепах они будут радовать вас своим присутствием и станут надежными друзьями на долгие годы еще больше интересных фактов об этом отряде присмыкающихся смотрите в среду в научно-популярной программе как так софья чугунова хафиз гораев кристина отекина универ новости